Добрый день, дорогие мои! Вы на канале Привет Ангела, с вами Народный Батюшка, мира и добра вам от Пресвятой Троицы в ролике, где я вам рассказывал про разные микрофоны и про то, как звук теперь стал модным, объёмный и немножечко с басом. Вы выбрали этот микрофон, который мы назвали большой, и поэтому какое-то время он у нас будет в кадре. А я хочу более подробно вам рассказать о том, как стать славянином. Я так бегом, пока шёл за молоком, объяснил вам эту теорию и эту методику, можно так сказать. Но сегодня я решил, что надо ещё поподробнее это высказать, потому что должны вы чётко понимать, что главная цель любого христианина – это стать славянином. Вы скажите, как так? Славяне – это же какие-то конкретные народности, это те, кто каким-то образом относится к славянской языковой группе, к праславянскому языку, к тому языку, который стал основой всех славянских языков. И этот язык родился полторы тысячи лет до рождения Господа нашего, Бога Спасителя Иисуса Христа. И что значит полторы тысячи лет? Это срок, я вам скажу, серьёзный. Тем более, если представить, что это были разрозненные народы, жили они в небольшом количестве на планете Земля и часто вообще и не знали друг друга. Поэтому то, что объединилось в определённый язык и стало источником других языковых групп, а объединилось как диалект из проиндийского языка или ещё из индославянского языка. Вот так ещё можно сказать. Но факт остаётся фактом, что понятие «слава» было до Рождества Христова. Ну, если полторы тысячи лет, а полностью оформился язык за 600 лет до Рождества Христова, то это достаточно большой срок, чтобы уже это слово и это понятие укоренилось в народах, которые его приняли. То есть это слово «слава» и эта слава стала основой как раз тех народов, которые её приняли как форму, на мой взгляд, отношения с Богом. Вот эти все споры о том, откуда взялись эти славяне, откуда вот это название и так далее, на мой взгляд, от лукавых. Вот просто вот специально эти историки, которым Ломоносов бил лицо за то, что они искажают историю того народа, который живёт на этих территориях. А теперь мы знаем, что это один из самых древних народов, если не самый древний. То есть в Костёнках лежат останки людей, признанные всемирно самыми древними людьми. А где Костёнки? Вот около Воронежа. Ещё раз повторяю, у нас Сунгирь, вот здесь 100 километров по прямой. Это Владимирская область, там 30 тысяч лет лежат цивилизованные наши предки. И эти предки уже разговаривают, уже понятно, что они общаются. Если уж они дошли до того, что шьют себе костюмы из шкур, делают украшения из ракушек и ещё каких-то изделий, делают изобретения для охоты на мамонтов. Причём я вам рассказываю, что в Сунгире, даже если вы посмотрите рисунок, это реконструкция того воина, который там лежит, и он в руках держит, что? Копьё из бивня мамонта, который он выпрямил, и это стало копьём. Никто из учёных до сих пор не может сказать, как это было сделано, потому что технологии выпрямления бивня мамонта никто не знает. А вот предки знали, то есть они были мудрыми людьми, они имели, на мой взгляд, отношения с природой естественные. То есть они жили в природе, они чувствовали природу, они ощущали себя частью этой природы. Они в этой природе слышали то, что в ней происходит, не слухом, а духом. А духом. Я точно знаю, что это есть, и теперь, можно так сказать, не больно об этом спорят. Хотя буквально недавно посмотрел передачу по интернету, как обсуждают вот эти экстрасенсорные возможности на канале НТВ. И сидит учёный, который вот очень и говорит, есть эти все способности, точно я знаю, мы изучили, они у нас, данные есть. Я знаю, что есть, и я знаю, что эти способности используются, в том числе нашими воинами. Ну и многими другими. А предки их просто имели. И поэтому вот просто их отношение к миру, в котором через эти способности ты можешь, где хочешь, существовать. Ты можешь слышать своих, как говорится, тех, с кем у тебя есть духовная связь на многие-многие километры, без всякого, грубо говоря, микрофона и телефона. И то, что мы видим в Господе Иисусе Христе, когда Он приходит к иудеям и показывает, как чудо, на мой взгляд, у развитых народов, у тех, кто не потерял вот этого своего природного свойства, было абсолютно естественным свойством. К большому сожалению, может быть, для того народа, который населял тогда страну, в которую пришел Христос, у них, возможно, не было этого чувства. Вот какие-то пророки у них приходили, и они имели эти свойства, но они их избивали. Они всячески отрекались от тех свойств, которые были у Моисея, когда он разговаривал с Господом, у Аарона, когда он слушал Господа. Ну, к большому сожалению, это их проблема. Мы с вами идем к понятию, кто такие славяне и как стать славянином. И я считаю, что славяне – это те, кто славили Бога. Славили. Что такое славить Бога? Давайте мы не будем, как говорится, далеко уходить. У нас есть интернет, и мы просто спросим. Святые отцы о прославлении Бога. Согласно источнику Азбука Веры, прославление Бога жизнью чтит и прославляет Бога тот, кто исполняет волю Его, обесчестит Бога тот, кто приступает Его закон, святитель Василий Великий, не будем считать хвалу маловажным делом, но прежде уст пусть возносит ее наша жизнь и прежде языка наше поведение. Вот такое мнение у Василия Великого о прославлении, о славе Богу. И я вам скажу, что такое мнение у всех святых отцов. Иоанна Златоустова, Петр Дамаскин. Если кто делает что-нибудь, тот должен помнить о Творце, предлежащей вещи. То есть, если видит свет, не забудь о даровавшем его тебе. Если видишь небо, землю, море и все существующее, удивляйся и прославляй создать ее. Если надеваешь на себя одежду, познай, чей она дар, и воспевай промышляющую твоей жизни. И просто всякое движение добудет тебе поводом к славе Божией. И вот ты непрестанно молишься. От всего этого радуется душа по слову апостола, ибо памятование о Боге веселит ее. Петр Дамаскин. По сей словословие Бога, чтобы пожать тебе венцы и почести и похвалы в Царстве Небесном. Святитель Василий Великий. Мы его уже второй раз. Иоанн Златоустый. Когда Бог прославляется и благословляется людьми, тогда Он обыкновенно подает обильнейшее благословление свое тем, ради которых сам благословляется. Златоустый. Еще много Иоанн Златоустый. Иоанн Златоустый. Ну давайте. Проводящий достойную удивление жизнь, хотя безмолвствует, но славит Бога, когда через них другие славят Его. Так, Златоустый очень много сказал про прославление. Давайте последнее прочитаем. Тогда прославляем Бога, когда мы во всех отношениях бываем праведны, зато и сами будем прославлены. И вы скажете, как-то мы не очень сильно об этом думаем, как-то не очень сильно нас учат прославлять Бога. Мы учимся молиться, мы учимся просить у Бога, мы учимся благодарить. Это вот уже такая хорошая часть – благодарить Бога. Но, оказывается, если мы хорошенечко посмотрим Писание, то мы увидим, что в целом в Библии повторяется слава, в значении, что слава Богу или слава Божья, 606 раз. А в Евангелии 270, по-моему, раз в Евангелиях. Ну, то есть, представляете, чаще этого слова в отношении к Богу ничего в Евангелии нет. Нет, там есть еще свет, это одно и то же. Там есть спаситель, я вам так скажу. Это относится тоже к славе Божьей. И там есть слово. Если вы посмотрите этимологию «слава» и «слово», то вам этимологический словарь скажет, что это одно и то же. То есть, Бог, Слово, Сын Отца Небесного, Второе Лицо Пресвятой Троицы – это и есть слава. Слава. И славить Бога, если вы поняли, то это значит жить праведно жизнью своей, но и поведением своим, и словом своим вы можете славить Бога. Как? Ну, например, идете вы мимо храма, идут вам навстречу люди, а вы перекрещиваетесь около храма. Таким образом вы славите Бога, то есть вы распространяете славу Божию. Или вы сидите в автобусе, начинает автобус трогаться, а вы перекрещиваетесь в автобусе. Я интересно несколько, не несколько, я всегда так делаю, но несколько раз наблюдал, как украдкой увидели, что я перекрещусь, и пол автобуса тоже перекрещивается. Это замечательное такое. Я однажды вообще участвовал в интересном, можно так сказать, прославлении Бога нашего, когда меня пригласили на выступление каких-то евангелистов. Я сейчас ничего не могу сказать. Яговисты, евангелисты, их там столько разных было в конце 90-х годов, что я уже перестал разбираться. Но это было в Иваново, большой дворец они взяли, зал взяли, по-моему, химинститута для своих выступлений. И они там показывали различные чудеса. Как тех, кто на коляске заставляли подниматься и все остальное. У них это фокусы были. То есть это так было грамотно сделано. Сидели подсадные утки, которые сразу кричали «Слава, слава!» И весь зал подхватывал. Вот такой коллективный, в общем-то, ажиотаж. И вот у меня случилась такая история. Я приглашенный сижу в окружении двоих своих, тех, кто меня сюда привел, посмотреть, что это такое. Сижу в полном облачении. Значит, они, когда меня увидели, там у них приехал очередной гура, по-русски не говорил, но были русские его сопровождающие. Они ему показали меня, и он меня со сцены поприветствовал, что я вижу, что Святой Отец к нам присоединился. И это, слава Богу, вот в таком каком-то духе. И началась их вот эта камлани, я бы так сказал, потому что это коллективное введение людей в транс. Это коллективный, на мой взгляд, гипноз или управление массами. Это Юнга надо читать, как он, Гюстав, рассказывает, как массами такими можно таким образом управлять. Но в какой-то момент я понял, что мне все это не нравится. И думаю, как же мне от этой бесовщины защититься. А у меня было с собой в чемоданчике, как всегда, инструменты для освещения, для того, чтобы дома можно было что-то сделать, кому-то дома светить там или больного. Маслица была, святое маслица было. Я из этого чемоданчика достаю маслице и так демонстративно себя обмазываю. Лицо вот так все эти на крестик себе помазал. Соседи мои, которые со мной пришли, говорят, батюшка, нас тоже помашь. А, нет, кто-то спросил, а зачем вы мажетесь? Я говорю, да мне кажется, это все бесовщина, я защищаюсь. Они мне говорят, батюшка, тоже помашь. Ну, я помазал, кто со мной пришел. И началось. Соседи тут другие. И нас помашь, и нас задерят. Нас помашь. Спереди ряд обернулся, мы тут все мажем, сын, нас помашь. В общем, оказалось так, что, значит, когда закончилась эта вся их театральное представление, я стоял в проходе. Это был примерно ряд пятнадцатый от них, то есть середина зала. И ко мне от сцены стояла очередь. Ползала стояла, и я их мазал маслицем. А на сцене они увидели, что вот такое происходит. И, значит, сначала стояли, смотрели на сцене, что-то кричали, что диск, не надо этого делать, не надо этого делать. И иностранцы не стали подходить. Они на английском языке им сказали, не надо подходить. А там человек тридцать было, иностранцев. Целый автобус такой большой у них был. Был, с ними ездил по всем этим весям. Остальные стоят и мажутся. Они ко мне подошли и говорят, что вы делаете? Я говорю, маслом мажу. Зачем вы это делаете? Я прямо так сказал, говорю, богославлю. Как богославите маслом? Масло, в общем, значит, никакого отношения. Они же против икон, против масец, против всего, значит, что у нас православного есть. А я, улыбаясь, стою и мажу. В общем, они тут постояли, повозмущались. Русский какой-то сопроводитель. Не надо этого делать. Вы нам, значит, мешаете. Я говорю, вы закончили. Как я вам могу мешать? Люди хотят. Я, ну, то есть, вот так стоял и, значит, радовался за них. И такой у меня был восторг от того, что вот это все произошло. Что вот мы, грубо говоря, прославили наше православие. Православие. Что, конечно, у меня это удовлетворение такое вызывало. Но, тем не менее, я хочу вам все-таки рассказать. Что, конечно, прославление Бога – это этап созревания духовного человека. И если мы берем Феофана Затворника с его описанием, как человек приходит к вере, то мы с вами можем увидеть, не считая тех, кто ушел в сатанизм, это вообще против Бога люди состоящие, но мы видим, как человек возрастает от неверия. То есть, он не верит, либо уже официально не верит. То есть, пришел в какой-то разум и говорит, я не верю. Это называется атеистой. Но он может просто по недоразумению. То есть, разума еще не хватает. Но ребенок, он же не верит в Бога. Он просто вот ощущает, что что-то такое, что с кем-то общение, с какие-то, значит, у него ощущения есть другие. А потом он только узнает, что он верит в Бога. Поэтому от неверия человек переходит в веру в Бога. Это практически все население имеет. Потому что любой скажет, ну не Бога, высшую силу какую-то я верю. Я, значит, когда мне говорят, я раньше знал, что это статистика где-то 1-2%, которые не верят ни в высшую силу, ни во что. Просто думают, что все само по себе как-то произошло. Дарвин все это сделал. И они живут по этим законам Дарвина. Но, тем не менее, мне тут сообщили, что нет. Процентов 10-15 уже, как говорится, не верит Бога. И для меня это печально, потому что, на мой взгляд, это ущербность ума. То есть вот это несозревание ума до того, что ты осознаешь, что все разумно, что все создано кем-то. А разумное не может неразумно быть создано. Значит, тот, кто создавал эта разумная сущность, которая все это создав и предоставив нам, от нас что-то потребовала. А что потребовала? А мы видим все в божественных посланиях. Ну, если мы с вами продолжаем Библию, у нас библейская, как говорится, аврамической религии, продолжение ее, то нам через Библию рассказал Господь, начиная с Моисея, как верить в Бога и как служить Богу. Самое главное, как служить Богу. Так даже в Библии 336 раз или 346 раз, не помню сколько, вот, тоже говорится о том, что главное служение Богу – это прославление Бога. Это слава Богу. Слава Богу. И поэтому, созревая в вере, человек идет, когда осознает, что Бог есть, к тому, что просит у Бога. Ага. Если Он есть, если Он что-то может, дай, дай, дай. Следующая степень, достаточно высокая уже степень, это благодарит Бога. Говорит, благодарю за то, что ты мне дал. Если подумать, то нам Бог все дал. Вот, природа, тело, как вот, одежда, как здесь Василий Великий вспоминает. Все, все от Бога. Вот, вот, благодарить – это уже такая молитва особая. Как, помните, Господь оздоровил этих прокаженных, и из десяти только один вернулся поблагодарить Его, а девять обрадовались и пошли дальше. Один. То есть, вот, можно так сказать, что один из десяти доходит умом до того, что Бога надо благодарить. Но главное-то у нас достижение, или главное созревание человека в Боге – это прославление Бога. То есть, когда ты начинаешь славить Бога. А славить – это значит, ты, можно так сказать, распространяешь весть о Нем, своей жизнью. Вот я вам рассказал про то, что вы на глазах у всех перекрестились, уже прославили Бога. То есть, вы ему уже… Ну, и жизнью своей, своей праведностью, любое, значит, ваше делание получается прославление Бога. Слава Богу. И тогда я еще раз повторяю, что я считаю, что слава была в славянском языке еще до Рождества Христова, и уже это прославление, по-видимому, было, как форма отношений с Богом, потому что уже научились благодарить и отношения с Богом иметь такие славные, потому что что… А вот даже, как мы называем языческие культуры, там, Греция и так далее, строили храмы Богу, значит, создавали огромные комплексы, создавали статуи Богу и все такое. Ну, вот это в какой-то степени, ну, это и их понимание, то есть, вот до евангельское понимание, как нужно прославлять Бога. Будем мы их за это ругать? Ну, когда мы видим, как ребенок, грубо говоря, своим образом каким-то вам делает подарки, там, цветочки какие-то принес, или как в детстве начинает в школе на 8 марта мамочкам покупать всякую ерунду и приносит. Вы же не ругаете ребенка, что он вам в очередной раз, в очередной праздник принес какую-то ерунду. Вы радуетесь? Вот, ну, так и Господь радовался, видать, такому детскому состоянию человечества, которое, созревая, все равно должно было прийти к чему? Прийти к Спасителю, прийти к Иисусу, русское имя, Спаситель, и у него услышать, как нужно иметь отношение с Богом. А он сказал, и все Евангелие, в котором рассказано, как он живет, что нужно славить Богу. Вот смотрите, Библия вот такой толщины, там 360 раз, а 4 Евангелия вот такой толщины, и там 200, там 260 раз, а там 336. Ну, уточните сами, если хотите, все эти цифры. Поэтому, дорогие мои, вот, если вы дошли до степени благодарения Господу, то у вас один шаг для того, чтобы заняться прославлением Господа. Ну, то есть, перейти в жизнь, которая угодна Богу, и в этой жизни угодной Богу, радоваться. Радоваться, потому что радостью вы как раз и славите Бога. И поэтому, еще раз я утверждаю, что христиане, это мы с вами и в полее, это у нас в предании сказано, приняли христианство от апостола Андрея, то есть, в первые пятидесятилетия после воскресения Господа. И эти первые христиане и были те, кто прославлял Бога. Славяне, славяне. Если до какого-то времени считали, что славяне только в шестом веке появились, то сейчас уже твердо вышли на то, что уже во втором веке славян, то есть, о них свидетельство имеют, но на мой взгляд, они в первом веке, вот эти первые христиане, и были теми самыми славянами, которые Бога начали славить в лике Господа Спасителя. У нас-то была и, еще раз повторяю, и трибок. То есть, вот, очень многие ученые говорят, что почему мы считаем, что Троица только с греческой религией к нам пришла. То есть, вот, когда покрестили святого князя Владимира в 988 году, а до этого у нас тоже были, и я вот вам показывал, Пятигорский, стоит вот этот, как его называют, инстукан. А инстукан точно легко трактуется, что это икона Господа Иисуса Христа, как икона Спасителя, тем более, и крестик у него есть. Или, еще там идолов показывают, и все время им как-то идолами их называют. А почему идол? А почему это не икона Бога, которого они славили и их обзывают как язычники, язычники. Но что такое язычник? Это имеющий слово, язык имеющий. Мы с вами помним, что в Вавилоне всех людей Бог разослал по разным концам света и дал им языки, языки. Но не все славили Бога языком, то есть картинками, танцами, плясками, бубнами еще как попало славили. А настоящие язычники, которые вложили в отношения с Богом настоящее слово и стали конкретно эти отношения иметь, выражая их в слове, появились, естественно, и раньше Христа они появились. И в Греции уже были молебны, и там свои особенности в том числе писали святые книги тот же Вергилий, тот же Данте Алигьери, они Данте Алигьери, он пишет святую книгу, он считал, что он станет святым, если он напишет вот эту книгу о писательной отношении с Богом, то есть язык, язычник. поэтому когда нам говорят, что на этих территориях были язычники, то мы можем четко предположить, что это язычники, те, кто принесли христианство и начали молиться Богу конкретными фразами, конкретными молитвами, и те, можно сказать, которые были диковатые еще люди, не имели, они, конечно, их называли, вон они, язычники, они языком что-то Богу говорят, а что они говорят, они славили, и тогда эти язычники славяне, а тогда, когда мы осознаем, что эти славяне становятся христианами после того, как покрестили святаго князя Владимира, то мы удивляемся, что это они все вдруг стали из язычников христианами, причем это такая, можно сказать, сказка, что там огнем и мечом загонял, да зачем, все подчиненные были князю, не надо никого, грубо говоря, загонять, хочешь служить князю, заходи, крестись, если какой-то, я уж извиняюсь, раб захотел противостоять князю, и говорит, я не буду этого делать, ну иди гуляй, иди, ты останешься без хлеба, без еды, и так далее, и тому подобное, это бред сивой кобыла, что там огнем и мечом, это какие-то иностранцы, как всегда, придумывают против русских, что русские там кого-то огнем и мечом к чему-то принуждают, если и принуждают, то всегда к миру, всегда к любви, и поэтому славяне и язычники на территории Руси, я считаю, что это были первохристиане, и они славили Бога, вот поэтому они славяне, и поэтому мы-то с вами и обязаны продолжить не только дело предков, но у нас вообще наше православие призывает нас славить Бога, больше того, мы утверждаем, что мы правильно славим Бога, у нас право славия, я не буду вдаваться в подробности, почему мы правильнее славим Бога, чем кто-то там окружающий, потому что в любом случае доказательство того, что ты правильно имеешь отношение, правильно славишь Бога, мы уже слышали, что Бог тебе дает дары, дает радость, дает любовь, дает мудрость за то, что ты славишь Бога, ну и получается так, у кого больше любви, мудрости и всего, всех остальных даров, те, видимо, и есть те, кто правильно славит Господа. Вот такая история, поэтому я считаю, что вы можете взять вот эти этапы, хотите, нарисуйте, как горку такую, что я верующий, я знающий, я не верующий, я знающий, я верующий, я активно верующий, то есть уже что-то просящий, я благодарящий, а на самой вершине напишите я славящий, я славянин, вот на этой вершине, если вы уже славите, то вы, я вас поздравляю, если вы идете к этому, то я вас поздравлю, если дойдете, если успеете, потому что миллионы, миллионы уходят в гроб, так и не достигнув этого уровня, не поняв, что они в конце жизни должны были славить Бога, говорить, слава тебе, Господи, за все, да, вот, у нас есть хороший Акафис, слава Богу за все, поэтому желаю вам достижения такого духовного совершенства, но оно начинается, конечно, с покаяния и со-смирения, как мы у батюшки Серафима с терпением и смирением прочитали, и эти терпения и смирения должны вобрать в себя то, что вас раздражает, а многие из вас сидят и имеют кучу каких-то врагов, каких-то, значит, проблем и так далее, и тому подобное, вам это надо не на этом уровне, не на уровне, где вы славите Господа, а если вы начали славить Господа, то вы все терпите, все видите, все принимаете как промысел Божий, как для себя, так и для окружающих, и верите, что все по мудрости Божьей будет так, как задумано, как должно быть в славе Его. Вот такой разговор, если хотите, проверьте все, сами перечитайте это Евангелие, где об этой славе столько раз говорится, ну или вот то, что я сейчас сделал, наберите в интернете «Святые отцы прославления Бога», и вы увидите, что я сейчас вам сказал, может быть, самую главную в вашей жизни вещь. Здоровья всем, радости, аминь. Бог помилый нас. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!